Вокруг Национального центра независимой экзаменации в Алматы разгорается скандал. Более двух сотен интернов Казахстанско-Российского медицинского университета требуют пересмотреть результаты тестирования. Учащиеся заявляют, что из-за сбоя в базе данных они не смогли набрать высокие баллы. Так ли это на самом деле, выяснял Ануар Мангельдинов. По словам собравшихся студентов, они набрали чуть больше порогового балла. Хотя на пробных экзаменах у них были высокие показатели. Такие результаты аттестации учащихся не устраивают. Участие в тестировании принимали порядка 250 студентов. Большая часть из них набрала от 60 до 70 баллов. Интерны сомневаются, что результаты были подсчитаны справедливо и потому требуют пересмотра. Пересмотреть результаты тестирования необходимо оперативно, говорят студенты. Иначе у них могут возникнуть проблемы с поступлением в резидентуру. Дело в том, что большинство вузов набрали поначалу ниже баллы, чем наши средние. Но потом, когда разобрали все вопросы, получилось так, что им поставили по 99-100 баллов, а нам добавили всего по 2-3 балла. Но дело в том, что мы спрашивали у других, были ли у них такие же вопросы, как и у нас. Но как оказалось, только нам почему-то поменяли базовые вопросы. Вопросы к результатам тестов есть не только у студентов, но и у преподавателей. Руководство вуза солидарно с интернами. Со своей стороны ректорат университета обещает приложить максимум усилий для разрешения ситуации. Волнуют результаты, что были зачтены у госвузов, а у нас нет. И, возможно, говорят о какой-то второй базе, что была именно в частных вузах какая-то другая база. Я разговаривала с директором центра, независимого центра экзаменации, с работниками и просили, чтобы они пересмотрели и наши. Обещали, что в течение дня, двух дней разберутся. А вот в национальном центре независимой экзаменации возможность сбоя в системе не подтвердили, но и не опровергли. Заявив, что никаких сроков по пересмотру и результатов тестирования не обозначили. Сейчас этот вопрос рассматривается. Назвать точных сроков рассмотрения апелляции в национальном центре независимой экзаменации не смогли, сообщив, что заявление подали 11 вузов.